добрый день дорогие друзья очень много вопросов в комментариях по поводу нрц напряжение разомкнутой цепи которая должно быть в аккумуляторах в конце заряда то есть после того как батарею полностью обслужили и у многих паников вот у меня после отстоя нрц 12 6 12 5 хотя должно быть 12 7 12 8 ну при условии что на каждую банку у нас 2 и 1 вольта как завещал нам великий разработчик аккумуляторов но к сожалению не всегда так получается то есть 12 и 12 12 и 13 12 14 это в этих пределах должно лежать у нас напряжение но бывают случаи когда напряжение в аккумуляторе не пониженная а завышенная вчера привезли не вот такую батарейку это наш к мр 77 аккумулятор 750 ампер заявлено пусковой ток батарея абсолютно сухая стояла на газели и видимо владелец газели ездил с большим перезарядом аккумулятор сняли с газели прошло буквально 3-4 часа после того как ее сняли и эту батарейку привезли ко мне вот с такими показателями процент суха 98 пусковой 208 7 и минуточку внимания nrc 1468 до батареи привезли где-то до обеда и и нет после обеда вчера батарейки дал отстояться вене прогреваю в начале отогрев на батарее было минус 10 градусов после отогрева сделал замер вот этот вот замерщик у нас друзья вот смотрите внимательно нрц после четырех ли четыре часа наверно с копейками пришло вот дата замер делал в по 8 вечера и у нас как видим нрц 1441 батареи такое бывает как видим бывает так сопротивление 684 сок 54 а прошу прощения это я сделал сразу после заливки воды в каждую банку я залил по 200 по 220 наверное на по 220 миллилитров как не клиент здрасте заходите и нет нет не потерял номер он ваша батарейка так еще еще один курс лечения я проведу я вам позвоню еще плотность не набралось ждите звонка не переживайте нет 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 у меня записан надежно и после заливки воды и буквально отстой был минут 10-15 вот такое у нас состояние дел прошло так было по 8 и следующий замер я делал вот в 1106 немножко припозднился на работе и видим нрц 14 вольт вот пожалуйста чтобы это было более наглядно давайте возьмем мультиметр и замерим мультиметром 1407 1407 на батарейке такое ощущение как будто внутри стоит генератор и выдает нам заряд было предположение после заливки было было небольшая термометрия на батарее батарейка слегка начала греться внизу но слава богу ничего не замкнуло давайте откроем баночки и заглянем внутрь что мы там увидим увидим водичку так но я так думаю что это водичка не электролит одна баночка слегка помутнева не 1 2 и плотность у нас естественно вода естественно плотность у нас 1 05 наверное здесь 110 давайте проверим все баночки опачки здесь у нас 120 1 05 нет ровно 1 с чем это связано пока сказать ничего не могу 121 и 108 так сейчас я наверное сделаю карту плотности и будем мониторить наши проблемные банки от вторичного замера ничего практически не поменяется сделаю карту плотности и начнем потихонечку работать с этой батареи случай довольно уникальный интересный и поэтому давайте вместе с вами попробуем разобраться где же в этом аккумуляторе и собака зарыта да не ты не ты не переживай шара не про тебя речь где же зарыта собака возможно по мере выкипания владелец булькнул электролит какие-то 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 движения в банках я вижу вот как бы выделяется газ ну да у батареи отстояться возьмите калькуратор про пожалуйста посчитайте сколько часов прошло потому что с математикой меня туго ну чтож начнем с этой батареи работать и начнем работать на китайца попробуем сделать абсорбацию посмотрим как он поведет себя на стадии основного заряда и наполнение батареи зарядом перед началом основных наших волшебных действий решил все таки сделать корректировку сделал карту плотности и как видим две баночки у нас очень сильно опережают значит со второй баночки в которой 121 я отберу 60 миллилитров этой жидкости которая там находится а с четвертой баночки с третьей на получается так подожди на четвертая баночка вот она четвертая баночка отберем 40 миллилитров и корректируем это дистиллированный водой и только после этого начну работать с этой батареи потому что все таки у меня смутное подозрение что долбанули в эту батарею нашего любимого всеми электролита сделал корректировку следующим образом где было 121 это у нас вторая баночка убрал 80 миллилитров где один 19 60 миллилитров и где 112 убрал 30 миллилитров и корректировал это все водичкой в остальных банках оставил все на своем уровне поставил на зарядку на нашего китайца подбитого и буквально в течение ну сколько я принимал батарейки 20 наверное минут через 20 минут ток у нас упал до 0 8 ампер в начале батарейка приняла принимала 48 и теперь будем стоять вы стоять блять работать с этой батареи на китайцы при всем при том будем мониторить движение ток тока 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 в какую сторону он будет двигаться либо в сторону понижения либо сторону роста что продолжаем работку здесь все нормально все нормально более четырех часов наш энергичный друг стоит на китайцам и видим пока снижение потоку до 0 3 ампер уже прыгает до 0 2 давайте дождемся окончания рабочего дня я думаю будет он стоять до конца раб рабочего дня и продолжим нашу запись чуть позже время 35 7 пора вставать на лыжи и чухать домой ах ты блять наш энергичный аккумулятор все еще принимает 0 2 ампера но так как не надо ехать домой мы на этом моменте немножко сделаем рокировку каким образом значит этот зарядник мы перри подключим на вот этот вот и вб батарея разряжена и до утра она будет принимать заряд то есть будем делать ему абсорбацию а наш энергетик мы оставим на буфере на вот этот китайском буфере чем хороши вот эти фоксайры у них отличный буферный до заряд теперь давайте разберемся для чего нам нужен для чего нам понадобится именно буферный до заряд и для чего мы оставим эту батарейку на ночь что по сути дела у нас произошло а произошел следующее в результате того что батарея перекипела у нас произошло диффундирование электролита в пластины то есть положи пластины были напитаны кислотой и теперь эту кислоту можно выбрать два варианта решения либо делать контролируемый перезаряд это будет гораздо быстрее но менее эффективно мы постараемся вымыть эту кислоту буферным дозарядом то есть диффундирование мы устраним диффузии которая будет протекать хоть и гораздо медленнее но зато более эффективно и бережней нам нужно эту батарею сохранить сохранить и дать клиенту возможность еще немножко поэксплуатировать и и важно значит что у нас в итоге должно получиться в итоге мы вытащим эту кислоту которая диффундировалась в пластины смешаем с водичкой до забыл сказать что вернее я по моему говорил что при заливке батареи батареи была наметилась термометрия батарейка слегка подогрелась но слава богу не замкнула и вот это повышенное напряжение у нас она образовалась это называется противодействие на напряжение следствие глубокого расслоения электролита глубокой стратификации то есть практически вся вода у нас была выбита и серная кислота скорее всего она в чистейшем виде она осталась в пластинах и поэтому у нас было просто чудовищное нерце 14 с половиной вольт который это называется противодействие на и напряжение которое нам мы как раз и выровняем и распределим это напряжение по всей поверхности батареи с помощью буфера не с отстоя можно было с помощью отстоя но это бы заняло довольно таки продолжительное время с помощью буфера я надеюсь что у нас все будет чих пых пиха 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 в пиху и как там еще пуки-туки блять как в детском саду заговорил ну вот как то так будем работать с этой батареи так сейчас смажу лыжи и прямиком в сторону фазенты нет не фазентов сторону дома так еще много вопросов по поводу вот именно необслуживаемой батареи как вы считаете что что посоветуете ничего не могу советовать пока вы друзья не делать не продырявить батареи надо их дырявить ничего от этого не изменится если ничего не изменится от того что вы сохраните крышки в целости и сохранности и еще спрашивают почему именно сверлю я вот с этой стороны а потому что здесь сепаратная крышка сепаратная крышка она лабиринтная лабиринтно сепаратная крышка для сбора воды и вот эти вот все ходы ходы выходы они все направлены для того чтобы собрать пары воды и вернуть их обратно банки если мы нарушаем целостность это сепаратной крышки она состоит из двух частей вверх и низ если мы сверли мы создаем какое-то препятствие и крышка уже должным образом она не будет сепарировать то есть возвращать воду ничего сложного если мы просверим с этой стороны здесь односторонняя крышечка все прекрасно видно легко добраться до электрода до да как это называется жидкость твою мать электролита под конец рабочего дня сплошная вилка ладненько все начал заговариваться попер домой наш энерджайзер простоял на буфере всю ночь теперь давайте отключим его от зарядного и дадим постоять отстояться часок чтобы напряжение пришло в норму и сделаем замеры хотел дать отстояться батареи хотя бы час получилось что дал стояться батареи два часа были клиенты было еще кое-какая работка привезли клеммы паять так давайте первым делом пробежимся по плотности так как мы делали корректировочку и посмотрим что у нас получилось корректировкой так первая баночка у нас 116 так проблемная была вторая баночка 121 которую я залил 80 миллилитров 117 все таки видите наше предположение третья баночка 105 110 все таки в этот аккумулятор аккумулятор залили третья банка где был 119 60 миллилитров я добавил и у нас плотность 121 так придется делать еще одну корректировочку так 121 оба очки 15 не 15 нет в 121 13 вот такой разброс у нас вот такой разброс по плотности и вот этот вот это у нас разгон получился благодаря тому что владелец все таки доливал электролит это видно и доливал с бутылки произвольно по запаху или по нюху ну давайте посмотрим что у нас с напряжением с ныры c так проведем тест 750 ну как видим нрc 1396 1296 1296 давайте сравним показатели так вчера в 1106 были показатели 496 72 55 процентов по суху не 14 вольт было напряжение так теперь у нас 1396 523 амперчик а и сопротивление 631 сопротивление у нас упала пошло распределение более менее напряжением по банкам сейчас мы сделаем один до заряд и после этого до заряда после одного мы сделаем корректировочку электролита возможно придется делать этих корректировок несколько то где мои гены крокодилу гены вот он крокодилу гена минус минус желательно поставить на минус а плюс на плюс иначе хорошего заряда мы не получим так это у нас вторая вот он тринадцати девять тринадцати девять ну по-хорошему надо бы дать ему еще отстояться ладно не будем давать ему отстоя как обычно выставляем 17 вольтиков 3 и 7 3 и 7 3 и 7 амперы ключ на старт запустили наше производство погнали наши городских после одного цикла так можно включать этот это тоже после отстоя так это у нас на 3 ампер щека надо этот пусть отстоится здесь все в порядке спасибо зарядке здесь отлично работаем парни не не парни друзья и вот друзья такая ситуевина у нас с нашим энергетиком энерджайзером получается проработал два с лишним часа на 3 и 7 амперах напряжение выросло до 16 и 2 вольт и уже минут 40 наверное возможно 50 как у меня отключили свет ну не у меня во всем гаражном кооперативе вот эти батарейки тоже стояли на заряде все стояли на заряде как видим нрц у них за счет того что подключены зарядное устройство к ним потихонечку падает а что творит наш энергетик это блять я просто диву даюсь такое ощущение как будто там внутри генератор стоит первый раз я сталкиваюсь с такой ситуацией надеюсь вы тоже первый раз 14 3 вольта 14 3 вольта нрц после заряда сейчас подадут нам свет я надеюсь будем делать замеры замеры замерим плотность и сделаем замер тестером что творится мать царица блять вообще не понятно итак друзья дали свет что мы будем делать сейчас надо эту батарейку выдернуть из этого бокса и сделать повторно карту плотности и сделать отбор я уже честно говоря делал ну давайте я продемонстрирую вам и буду батарею вытаскивать сделай ее корректировочку еще одно потому как звонил клиент и батарея нужно в любом случае ему завтра забрать поэтому у нас запасе еще один дозаряд и на этом работу я с этой батареи прекращу потому что дам батареи отстояться до завтра так я читать без комментариев набираю электролит так 123 первая банка вторая банка проблемная наших 127 третья банка 1 блять но ни в какие ворота это же не лезет 1 12 1 12 так эту баночку мы оставляем и она корректировки подлежать не будет четвертая баночка у нас а четвертая у нас 130 видно да так по хорошему надо было записывать все это ну ладно придется сделать еще один до замер 1 27 и 1 20 1 20 вот такая хуйня с нашим поросенком так ладно вытащу сделаю корректировку и продолжим работу дальше итак друзья произвел корректировочку вот она где собака зарытая произвел корректировочку и продолжим работу так давайте по корректировке где 1 30 в двух банках 1 30 более точно произвел замеры сделал отбор по 70 миллилитров где 28 50 миллилитров и где 1 23 30 миллилитров так у нас зарядник не подключен подключаем зарядник и смотрим мрц у нас отстой прошел еще в течение полчаса так 14 4 вольта ребята вот это энерджайзер вот это я понимаю вот это батарея ёпперный театр ну что погнали 3,7 амперщика стремительно набирает напряжение наш вымпел цифры чуть ли не выскакивают из дисплея так 3,8 не надо нам 3,7 вот так мог паять да пойдет не себе и ладно отлично поехали так время без 25 и времени у нас остается мало забыл блин про вот эти клеммы сейчас буду делать антиклемы а полюсная вода ну что продолжаем нашу работу два с лишним часа 2,50 почти проработали мы еще с одним дозарядом остановился у нас дозаряд на отметке 16,2 вольта и 3,8 ампера давайте друзья сделаем заключительный замер потому что по всей видимости завтра утром нам придется расстаться с этой батареей на повышенных тонах поговорил с клиентом со мной это бывает очень редко но когда начинают вы же обещали что в течение день-два батарейка будет готова и я прекращаю диалог потому что я такого никогда не обещаю всем клиентам говорю что я вам позвоню когда будет готовая батарея работать нужно с батареей я буду может день может два иногда продолжаю иногда и нет 3,4,5 так начинаем с первой баночки первая баночка 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 Третья баночка у нас 1.13 была, но эта баночка уже не вырезает. Баночка 1.17, 1.17, 1.17, 1.28, 1.30, 1.30. Так, у нас она была 1.30, 70 миллилитров было заменено во второй раз. 1.30, 5 баночка и 6 баночка 1.27. Сейчас я сделаю маленькую корректировку, пока у нас идет процесс кипения. В этих трех банках, так, пятая, это закрываем. Так, понимаете, первую закрываем, вторая, третья закрываем. Ага, вот эти вот две банки, да? Вот эти две банки мы, не, три баночки делаем отбор. Ага, здесь тридцаточка. Здесь тоже тридцаточка. И здесь, здесь у нас, вот тоже тридцаточка. Вот, друзья, что бывает, когда батарея неправильно была обслужена, и приходится это вычислять. Приходится догадываться. Приходится анализировать поведение батареи, и при этом делать все, как бы, на свой страх и риск. Батарея с такими показателями встречается у меня первый раз. Попадаются мне просто бешеные какие-то показатели. Будем надеяться, что эта батарейка доживет до утра и не замкнет. Если с ней будет все нормально, завтра я сделаю короткий ролик по замерам и скинул один в шортс. Этот ролик в шортс. Следите за шортсами. Давайте сделаем один некорректный замер и сделаем этот некорректный замер. Foxwell, так как динамику работы мы отслеживали на нем. И посмотрим на показатели и сделаем распечатку. Так, проверить аккумулятор. Вне транспортного средства обычный. Так, 750 ампер. Вывешено ли. Так, ну... Я просто угораю, друзья, с НРЦ. Показатели, конечно, у нас сейчас мы сравним. Но НРЦ... Такого я еще НРЦ не видел. Надеюсь, после отстоя оно угомонится. Еще одну сейчас сделаю. корректировку. Так, что у нас было в последнем? Так. Это 12,16. Ну, по динамике можно сказать, что мы кое-чего дубились. Так, давайте по порядку. Это первое. Это второе. И два. Так, первое, которое мы замерили после заливки воды. 481 ампер. 6,84. Сопротивление. Второе. Первое. Это... Перед заливкой. Блядь. Дай бог памяти в каком-то году. Так. 11,06. А, это второго числа, да? Это второго числа. А сегодня получается третье уже. Вот это вчерашний замер. После работы... Да-да-да. После основного заряда и... Перед тем, как мы ставили на буфер, все правильно. Теперь, это у нас третье число сегодняшнее. Мы замерили 12,16. НРЦ после буфера 13,96. 523 ампера выдает. И сопротивление 6,31. После проведенных двух дозарядов и двух корректировок, у нас 583 ампера. Ну, НРЦ, конечно, бешеная пока еще. 5,68. Сопротивление. 65 сок, был 59. Ну, в принципе, я думаю, что после отстоя пусковой ток догребет до 600 ампер. Для Газели это более чем достаточно. Тем более, зимы-то осталось две недели. Батарейка, будем надеяться, что... Еще поработает. Но я с этой батареей больше работать не буду. После разговора с клиентом... Единственное, что я еще сделаю, это сейчас сделаю небольшую корректировку. Буквально по 30 миллилитров сделаю отбор с этих трех банок. Хотя отбор нужно делать гораздо больше. Я не знаю, что туда было залито. Либо электролит, либо кислота. Потому что показатели, конечно, бешеные. И из-за того, что вот у нас в трех банках... В трех банках... Очень большая концентрация кислоты... Возникло именно противодействующее напряжение. С таким противодействующим напряжением я сталкиваюсь впервые. Много было, конечно, у меня интересных случаев. Но этот случай... Выходит за рамки интересных. Это просто какой-то парадоксальный случай. Вот, кстати, о пряниках клеммочки готовы. Это завтра на выдачу. Сейчас сделаю здесь пересортировку. Что на выдачу, что над чем буду работать завтра. А перед тем, как я этим займусь, хочу пожелать вам всем здоровья. Прекрасного напряжения, блядь... Настроения. Ну и напряжения. Хорошего напряжения, чтобы напряжение было в нужных местах. И в нужное время. Удачи. Успехов в делах. И самое главное, друзья, берегите свои батарейки. Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. Короче, все берегите батарейки свои. Всем пока. А, да, ну, если завтра будет такая возможность, если клиент не подъедет к ранешнему утру, когда я приезжаю на работу, то запишу оставшиеся показатели и выкинув короткий ролик в шоссе. Так что, если кто хочет, пошукайте по интернету, возможно, этот ролик найдете. Всем пока.